Привет! Я тот самый Веснин, чьи рилзы про 19-километровые пробежки вы видите в ютубе. Я бегаю длинные дистанции каждое утро уже 414 дней подряд. Вы задаете вопросы про кроссовки, и сегодня я расскажу про свою беговую обувь. Сначала как выбираю кроссовки, потом покажу в чем бегаю. Вы всегда можете посмотреть мои кроссовки у меня в Strava в разделе оборудования. Ссылка на мой профиль находится в описании к этому видео. Я слежу за пробегом каждой пары, Strava сама их считает, и поэтому мне это очень удобно. Итак, как я выбираю кроссовки? Кроссовки – это моя радость, и это моя боль. Я считаю кроссовки лучшей обувью на свете. Я люблю кроссовки с детства. Бег – это не дешевый вид спорта. Хорошие кроссовки стоят 150-200 евро. Я пробегаю почти 600 километров в месяц, а производители рекомендуют менять пару после того, как они пробежали тысячу километров. Для меня такой расход обуви – это проблема. Хотя я и пробегаю больше тысячи в каждой паре. Новые кроссовки я выбираю основательно. Для начала я узнаю ассортимент своего любимого магазина и читаю обзоры моделей, которые мне нравятся. Выбираю штук пять и иду в магазин. Пробую разные размеры каждой модели. Я предпочитаю немного простора, но без расхлябанности. Размеры у всех производителей разные. Я заметил, что даже две одинаковых модели разного цвета могут иметь разную геометрию. Поэтому я меряю перед покупкой каждый кроссовок. Мой секрет – понравившуюся модель я держу на ногах 30 минут. Я хожу в ней по магазину, бегаю, прыгаю, стою. Если мне нужны быстрые кроссовки, то я делаю резкие ускорения на носках. Не все кроссовки проходят этот тест, даже если сначала показались мне удобными. Если после 30 минут мне по-прежнему комфортно, скорее всего, в такой обуви я смогу бегать по два часа подряд. Чаще кроссовки начинают где-то давить. Какие кроссовки у меня сейчас? Это я вам расскажу после короткой рекламы. Если вы следите за моим беговым челленджем, то уже поняли, что он не совсем про бег, а скорее про психологию и управление мотивацией. Я научился без рефлексии свойственной большинству людей делать монотонные и изнуряющие вещи каждый день. Мой марафонский образ мышления отражается и на моем бизнесе. Мы с моим аппартнером Азалий управляем веб-студии Reconcept. Мы оба бегаем длинные дистанции. Мы мыслим работаем в философии марафона. В IT-проектах, которые мы разрабатываем для наших клиентов и которые потом сопровождаем, очень важно не перегореть по пути к дедлайну и работать, не снижая уровни креативности и вовлеченности. Мы в IT с 2010 года и знаем, как раздражает бизнесменов, когда айтишники и разработчики не могут довести начатое до конца и перестают отвечать на звонки. Это боль всего рынка разработки. Короткие заказы делают более-менее все, но марафонские дистанции – это проблема для большинства веб-студий. Креативные специалисты не выдерживают длинных проектов и перегорают. Бизнесу трудно найти исполнителя, который запустит сайт, а потом будет его администрировать, продвигать, улучшать и не сбежит через полгода такой работы. У нас такого не бывает. Мы любим, мы предпочитаем длинные проекты и чувствуем себя в сотрудничестве с постоянными клиентами совершенно органично. У нас не редкость, когда мы делаем для одного клиента сайт по третьему и даже четвертому разу. Мы продвигаем сайт и контент маркетингом, а в нем работа длится годами. С нами удобно работать тем людям, кто ценит нашу вовлеченность. Эти люди не хотят искать каждый раз дизайнеров и разработчиков. Им нужна студия, которая давно в теме их бизнеса и всегда на связи. Если вам нужна надежная веб-студия, которая сделает продукт из любой вашей идеи и будет с вами столько, сколько потребуется, то напишите нам в WhatsApp, ссылка в описании к этому видео. Я выбираю кроссовки для максимально комфортного бега. У таких кроссовок много пены в подошве. Среди такой обуви встречаются быстрые модели, но, как правило, это медленная обувь. У меня три пары для повседневного бега. Я бегаю в них по очереди, таким образом я варьирую нагрузку на связки голеностопа, колена, бедра. Ведь каждые кроссовки ставят ногу индивидуально. До весны 2023 года я бегал в одной паре, и это были разные кроссовки, но какой бы удобной они ни были, со временем у меня появлялась боль в суставах. Когда пар стало несколько, такие ощущения исчезли. В чем я бегаю сейчас? ASICS GEL NIMBUS 25. В них я пробежал уже 1600 километров, это довольно комфортная для меня обувь. Я думал, что они немножечко побыстрее. На моих NIMBUS'ах после полутора тысяч километров подошва уже не такая упругая, и весной их придется менять. New Balance Fresh Form X-More V4. Я считаю New Balance лучшей для себя маркой. До 2022 года я не знал, что они делают беговые кроссовки. Я видел только их замшевые модели, типа Riba Classic. Первой парой New Balance у меня были Fresh Form X-1080 V12. Это очень хорошая модель. Сейчас она у меня прошла 2600 километров, я бегаю в ней в горах, когда мне выдается такая возможность. Они отлично сидят на ноге, в меру мягкие, очень живучие. Куплю себе еще такие, когда они сейчас как раз появились в продаже. Сейчас у меня другой New Balance, это Fresh Form X-More V4. Супер толстая подошва, чрезвычайно мягкие, и для меня удобные. Защищают мои колени, в них я могу бегать быстро, что стало для меня неожиданностью. Видимо, у них более подходящая для быстрого бега геометрия, чем у Nimbus. И Asics Super Blast. Это уже суперскоростная модель. У нее толстая подошва и прекрасная посадка. Читал, что это одна из немногих моделей на обычной пене, которая конкурирует по скорости с кроссовками с карбоновыми пластинами. Резюмируем. Я выбираю самые мягкие, комфортные кроссовки. Для меня важно, чтобы обувь сохраняла свои свойства как можно дольше. Желательно, чтобы за 2000 километров она не развалилась, и ее подошва не превратилась в лепешку. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Не стесняйтесь задавать их в комментариях. На самые интересные я отвечаю вот такими отдельными видео. Подпишитесь, чтобы следить за моим челленджем. Поставьте лайк этому видео. Это меня мотивирует записывать следующие ролики. И расскажите, в чем бегаете вы и почему. Мне нравится узнавать новые. А дискуссии про кроссовки традиционно считаются самыми жаркими среди бегунов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...